Малиновый закат, и тёплый летний вечер, и песни о реке. Прощания и встречи, задымкаю костров. Увидишь парусалы, надежду и любовь, и новые причалы. Эту лирическую композицию слобожанка Наталья Квакина написала о фестивале авторской песни «Гренландия». Педагог русского языка и литературы, автор и исполнитель участвуют в конкурсе на протяжении уже пяти лет. В этом году дважды выступила дуэтом со своей ученицей Ольгой Кузнецовой. Малиновый закат одобрили, но не отметили дипломом. Претендентов на победу было больше тысячи. На площадке патриотической песни Наталья и Ольга исполнили композицию «Булата Акуджавы». Простите, мы хотим, что так неразумно бывает до нас. Всегда мы выходим, когда над землёй бушует весна. И шагом неверным по лисичке шапкой спасения нет. Лишь белые вербы, как белые сустры, глядёт тебе вслед. Самое интересное в этот день выпускница лицея Ольга Кузнецова решала вопросы с поступлением в ВУЗ и едва не опоздала на прослушивание. Дуэт вышел на сцену, когда члены жюри уже собирались расходиться. Во второй тур слабожанки прошли, спев буквально первые четыре строчки. В итоге стали дипломантами. В качестве призов – тёплое одеяло. Выступали мы, в принципе, последними. Выступили достаточно удачно. Зрителям и жюри понравилось. И вот, стали дипломантами. Там их было около 12, если не ошибаюсь, дипломантов. И три лауреата выбрали. Оценивала нас такое особое жюри, конечно. Военное. Люди в военной форме, военные, которые их, конечно, не обманешь. То есть, всё, что им на душу легло, то, что было близко к сердцу, они тех людей и отметили. Гренландия 2015 запомнилась приездом сразу нескольких звездных гостей – Иосифа Кобзона, Олега Митяева и Николая Валуева. Был такой момент, когда после исторической реконструкции последнего боя, значит, вот эта толпа людей, представители ОМОНа, медицинские служащие и вот как раз-таки Николай Валуев, Иосиф Кобзон, они пошли через весь лагерь. И произошло так, что они прошли буквально в метре от нашего места расположения, где мы разместились, наш туристический коврик. И вот мы увидали их действительно близко. Иосиф Давыдович, он много в жизни повидал, и уже человек немолодой, но с прекрасным голосом и с такой карьерой. Как-то было даже удивительно, что мимо нас проходят такие люди. В последние годы фестиваль приобрел немалый размах, отмечает Наталья. Берег Быстрицы во время проведения трехдневного мероприятия просто не узнать. Это не только место песенного творчества. Это целый город, который живет в палатках. То есть это огромная территория, которая невозможно обойти буквально за день. Там действительно созданы целые улицы. Это и набережная улица, где близко берег, где можно спуститься и покупаться. И торговая улица с различными торговыми палатками, где можно приобрести все, что угодно. И улица ремесленников. И целая улица различных кафе, маленьких ресторанчиков. Была огромная крепость с батутами, с развлечениями, с мастерскими. На протяжении трех дней устраиваются различные спортивные соревнования. Ты не останешься без крови, ты не останешься, допустим, без еды. Потому что там работают венополевые кухни, где бесплатно угощают вкуснейшей кашей и чаем. Даже инвалиды приезжали и сами выступали. И тоже было очень необычно на все это посмотреть, что люди проезжают из дальних уголков страны, из дальнего зарубежья, из ближнего зарубежья. Даже в таком состоянии, но они приезжают и вот эти три дня наслаждаются вот этой атмосферой. Даже на конкурсных площадках нет напряженности и духа соперничества, говорят участницы Гренландии. Наоборот, вас поддержат и вам подпоют.